В этом выпуске на грани отставки губернатор Игорь Палица может лишиться должности. Он практически укомплектовал весь свой ближний круг бывшими работниками, которые работали при регионах. Одесса принимает беженцев с востока. Сегодня прибыли два поезда с инвалидами. Люди в буквальном смысле выезжают каждый день сотнями. Застревают и обрываются. У одесской мэрии нет денег на ремонт лифтов. Нужно более 240 миллионов. И все подробности далее. Здравствуйте. Самые главные новости среды 18 июня в репортаже корреспондентов Первого городского. В студии Ирина Коробко. Это «Время Одессы». И теперь подробнее. Украина прекратит огонь на востоке страны. Об этом заявил президент Порошенко. Перемирие будет краткосрочным. Власти надеются, что за это время террористы сдадут оружие, а российские наемники покинут территорию Украины. И им обещают сделать коридор для беспрепятственного выезда в Россию. Также в администрации президента рассчитывают, что боевики освободят всех заложников. Тем, кто сдаст оружие, Петр Порошенко обещает амнистию. Всего в президентском плане мирного урегулирования 14 пунктов и должны обнародовать в ближайшие дни. В то же время один из лидеров боевиков, Денис Пушилин, который сейчас находится в Москве, заявил, что террористы не намерены сдаваться. В свою очередь самопровозглашенный губернатор Донецкой области Павел Губарю подтвердил, что у боевиков есть российские танки и установки залпового огня «Град». Тем временем Одесса принимает беженцев с Востока. В среду прибыли два поезда с инвалидами из Донецкой и Луганской областей. Волонтеры увезли из горячих точек больше 200 человек с ограниченными возможностями. Сразу по приезду в Одессу беженцев накормили и оказали психологическую помощь. Пока ситуация на востоке страны не стабилизируется, инвалиды будут бесплатно жить в местных санаториях. За время боевых действий на Донбассе в Одесскую область уже прибыло около 2000 беженцев. Сейчас начинается в Краматорске 2-й Славянск. Это очень серьезные бомбежки каждый день. Разрушаются жилые дома, гаражи. И, конечно, люди в буквальном смысле выезжают каждый день сотнями. А в Киеве продолжается дележ портфелей. Петр Порошенко меняет генпрокурора, руководства МИДа и Нацбанка. Президент просит Верховную Раду поддержать назначение Валерии Гонтаревой, главой НБУ, а Виталия Еремы – генеральным прокурором. Сейчас он занимает пост первого вице-премьера и отвечает за силовой блок. На посту министра иностранных дел вместо Андрея Дещицы Порошенко хочет видеть нынешнего посла Украины в Германии Павла Климкина. Ожидается, что парламент рассмотрит эти кандидатуры на ближайшем заседании. На грани отставки губернатор Игорь Палица может лишиться должности. Об этом накануне сообщил ряд СМИ, а также намекнул президент Порошенко. Глава государства назвал список руководителей областей, которые совмещают должности губернатора и народного депутата. Палица в их числе. К тому же эксперты говорят, что он не член команды Порошенко, а президенту нужен свой губернатор в ключевом южном регионе. Сам Игорь Палица на слухи о возможной отставке отреагировал очень бурно. Тема продолжит Юрий Гальченко. Слухи о своей отставке Игорь Палица прокомментировал в соцсетях. Чересчур эмоционально и гневно. Кто-то очень хочет продолжать воровать бюджет, рулить на таможне, обирать предпринимателей, обогащаться на взятках, решать судьбы. Хочу их сильно разочаровать. Не в этом случае. Сначала вы вернете все, что украли у одесситов. Сначала будут созданы правила, при которых беспредел станет невозможен. Страшны и опасны люди с неудовлетворенными амбициями, с маниакальным желанием быть избранным и страдающие от того, что у них не получилось. Гражданские активисты недоумевают. Палица говорит, что собирается что-то вернуть Одессе, но при этом на ключевые должности назначать чиновников с сомнительной репутацией. Эти люди уже были у власти, и именно при них распродавалась земля, застраивалась побережье, разрушались памятники архитектуры. Эксперты говорят, скандальные кадровые назначения могут ускорить отставку губернатора. Единственное, чем он отличился, это то, что он практически укомплектовал весь, так сказать, свой ближний круг бывшими работниками, которые работали при регионах, бывшими ответственными работниками, начиная от первого зама губернатора, ну и дальше, так сказать, какой поп, такой приход. Палица человек Коломойского, руководителя Днепропетровской области и одного из главных спонсоров антитеррористической операции. Сменив губернатора Одесской области, Петр Порошенко вступит в открытую конфронтацию с олигархом. Для новой власти это сейчас рискованно. Вступать в открытую конфронтацию с Коломойским и ставить под угрозу, давайте так называть, его людей в регионах, я думаю, что сегодня администрация президента делать не будет. Почему? Киев сегодня находится в слишком сложной ситуации, слишком тяжелая ситуация на Востоке, и сил для внутренних разборок сегодня у Киева, у президента, у администрации нет. Тем не менее, Петр Порошенко поименно назвал целый список глав областных администраций, которые совмещают должности губернатора и народного депутата. Закон это строго запрещает. Сам Палеца говорил, что написал заявление об отказе от мандата, только вот в Верховной Раде об этом никто ничего не знает. Более того, судя по стенограмме, вчера Палеца голосовал в парламенте. Я направил на электронный адрес вот этого комитета регламентного. Любой может сделать запрос информационный со своими данными, узнать, так это или нет. Вчера утром пришел ответ, который датирован 16 июня, о том, чтобы пока что заявление от уважаемого Игоря Палеца не поступало. Возможным преемником Палеца называют Алексея Гончаренко, который вовремя вышел из партии регионов, а в ходе президентской кампании возглавлял избирательный штаб Порошенко в Одесской области. Сам Гончаренко эти слухи не комментирует. Юрий Гальченко, Андрей Кульба, Первый городской. Мэр Геннадий Труханов подал заявление в Приморский районный суд об установлении факта неправдивости информации и ее опровержении, в котором одной из заинтересованных сторон указал телеканал Первый городской. Избранному на полтора года мэру не понравились высказывания его главного соперника по избирательной гонке Эдуарда Гурвица. В рамках теледебатов, на которые Труханов не явился, его оппонент обвинил нынешнего мэра в причастности его лично к трагедии, которая произошла 2 мая. И, как сказано в заявлении, в том, что, цитирую, при помощи товарища Труханова товарищ Костусев украл 46 соток. Конец цитаты. Юристы Первого городского подали возражение. По закону отвечать за это должна не телекомпания. Представитель заявителя попросил дополнительное время на ознакомление с поданным возражением. Судебное заседание перенесли на 3 июля. Подобные иски не могут предъявляться к телекомпании, поскольку, согласно закону Украины о телевидении и радиовещании, телекомпания не несет ответственности за распространенную информацию, если эта информация была дословным цитированием либо выступлением кандидата на пост городского головы. И также, если данная информация распространялась в прямом эфире, при которой телекомпания не имеет возможности как-то влиять на то, что выходит в данный момент. И далее о происшествиях. В ночь на среду в Одессе подожгли два отделения «Приватбанка» в Суворовском и Приморском районах. В половине четвертого утра горел филиал на Днепропетровской дороге. По словам очевидцев, неизвестный разбил окно и бросил в помещение зажигательную смесь. Ровно через час загорелся «Приватбанк» на Пастера. Схема та же. Окно выбито. Внутри в одной из комнат все сгорело. В обоих случаях пожары потушили быстро. Пострадавших нет. Сумму нанесенного ущерба еще считают. Поджигателям грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет. За уничтожение имущества в особо крупных размерах путем поджога. С утра недосчитались счетчиков. Неизвестные поджигают электрощиты в многоэтажных домах на Таирово. От огня уже пострадали десятки парадных. В середине апреля пламя вспыхивает в высотках на Королево. Последние поджоги охватили дома на проспекте Глушко. В малосемейках, страдающих от пироманов, побывала Ксения Ноздрова. В доме 17-2 всегда день открытых дверей. Круглосуточно в парадную могут заходить все желающие. Из-за видной регулярности ночные гости сжигают электрощиты. Горит проводка, плавятся розетки, коптится потолок. Люди сидят без света по несколько дней. Как погорели счетчики, как выключился в коридоре свет, до сих пор у нас света нет. Мы звонили уже дважды в этот самый, но к нам электрик не приходит и ничего не делит. Мы вот в коридоре сидим потемком. Электрощиты на четвертом этаже горят в первый раз. И жители малосемейки сомневаются, что в последний. Спускаемся на второй этаж по разбитой лестнице мимо обрисованных стен. Как и входная в парадной, дверь в коридор раскрыта настиж. Из двух счетчиков в этой секции подожгли один, тот, что у балкона. Здесь закрытый, балкон был закрытый ночью. Стрельки ночи, с три часа ночи дым валит везде. Дышать нечем. Еще один дом на улице Глушко. Здесь счетчики горят чаще, чем в соседних зданиях. Только за последний месяц электрощиты поджигали четыре раза. Из-за этого в коридорах нет света. Электрики на помощь не спешат. Пироманы-любители поджигают провода интернет-провайдеров и просто дверные звонки. Жил квартиран. Вот такой вот пакостный был. Мужчина сама попала. Сколько вот уже, когда он съехал, я видела. Я вот такой вот перекрестилась. Я говорю, слава Богу. Никто из жильцов ни разу не видел поджигателей. Они приходят примерно в три часа ночи и орудуют в полной темноте. Соседи теряются в предположениях, кто это может быть. То ли квартиранты, пытающиеся таким образом сбить цену на жилье. То ли вандалы, то ли здесь замешан бизнес. Некоторые люди не сомневаются. Поджогами их вынуждают поставить в парадный домофон. Правду соседи узнать не стремятся. Главное, чтобы электрик пришел вовремя. Здесь живут один сброд. Понимаете, тут малокоммуналка вот эта. Люди снимают квартиры, все такое вот. Так что здесь ничего не скажешь. То ли наркоманы, то ли пьяницы, то ли мобби. Кто-то специально это делает. Электрощиты в многоэтажках на Таирово поджигают с апреля. За три месяца ЧП произошли как минимум в десяти домах. Ксения Ноздрова, Андрей Кульба, Первый городской. Сорвались с катушек. Не проходит и недели, чтобы в одесских высотках не обрывались или не застревали лифты. Проблема с устаревшим лифтовым оборудованием – одна из главных в сфере ЖКХ. Решить ее обещают все, кто хочет заручиться симпатией горожан. Во время выборов такие обещания вовсю раздавал и Геннадий Труханов. Но в этом году на ремонт лифтов мэрия выделила только 10 миллионов гривен. А нужно больше 250. Тему продолжит Дарья Степаненко. Вильямса 59Б. В этом доме о проблеме с лифтами знают не понаслышке. Буквально вчера Елена Позюк помогала соседке выбраться из застрявшей между этажами кабины. Женщина целый час звала на помощь. Дозвониться до спасателей оказалось нелегко. Обломался лифт, застрял между этажами. Просто сама ситуация, что не могли женщину целый час извлечь из этого лифта. Она боится замкнутых пространств. И целый час, вот целый час. Я каждые пять минут подбегала и надо говорить с человеком. Лифты в этом доме ломаются постоянно на протяжении последних нескольких лет. Менять запчасти или проводить капитальный ремонт оборудования никто не спешит. Даже из застрявших лифтов людей вызволяют неохотно. Когда приехали эти два мужчины, которые открывали лифт, и они говорят, ой, ну надо было просто попрыгать в лифте. Ну вообще я не знаю, как это попрыгать. А если кабина оборвется, это кому вообще в голову придет попрыгать в лифте? Рецепт спасения сомнительный и опасный. Только за последние месяцы в Одессе несколько раз обрывались лифты. В многоэтажках на Среднефонтанской, Гайдара, Маршала Говорова и на поселке Котовского. Последний раз ЧП произошло 3 июня на Днепропетровской дороге. Обращаться с такими проблемами к муниципальным властям бесполезно. Те перекладывают ответственность на частные фирмы. Дело в том, что те операторы лифтового хозяйства, если можно так назвать, кроме как делать такое текущее обслуживание этого хозяйства, ничем, по сути, своим не занимались. Первое, чем обещал заняться в сфере ЖКХ новый мэр – обновление лифтового хозяйства. Но время идет, а программа по ремонту и замене износившегося оборудования так и не стартовала. Мэр признается, на выполнение одного из ключевых пунктов предвыборной программы денег нет. Мы предусмотрели в этом году 10 миллионов в бюджете на капитальный ремонт лифтов. Это, конечно, капля в море. При том, что нужно более 240 миллионов. Вместо коммунальных служб одесские лифты чинит частная компания «Одесса Лифт». Часто за собственные деньги. Но модернизация всей системы без серьезных вливаний из бюджета просто невозможна. Дарья Степаненко, Евгений Руденко, Первый городской. На грани экологической катастрофы Хаджибейскую дамбу может в любой момент прорвать. Если это произойдет, в зоне затопления окажутся тысячи человек, а поток воды может разрушить несколько промышленных предприятий. Лиман переполняется из-за того, что туда сбрасываются сточные воды. Строительство глубоководного выпуска должно было решить эту проблему, но проект до сих пор не завершен. На золотую трубу государство потратило больше полумиллиарда гривен. Подрядчика обвинили в завышении стоимости работ. Сейчас делом занимается прокуратура. А тем временем угроза разрушения дамбы Хаджибейского лимана остается. Если прорвет дамбу Хаджибейского лимана, в зоне затопления окажутся около 30 тысяч жителей города Одессы. При этом могут быть повреждены или даже разрушены около 20 крупных техногенно опасных предприятий города. Будет разрушена, вероятно, железная дорога. Крупная авария на Красного. С утра на скоростной дороге столкнулись три автомобиля и пассажирский автобус. Очевидцы утверждают, авария произошла буквально в одно мгновение. Виновника пока не определили. По предварительным данным, водитель Део решил развернуться через двойную сплошную. В него на скорости врезался Мерседес, водитель которого вовремя не заметил нарушителя. От удара Део отлетел на несколько метров и зацепил проезжающую мимо маршрутку. Еще одним участником аварии стал автомобиль Мазда, двигавшийся со стороны Адмиральского проспекта. Автомобиль Део остановился на левой полосе. Автомобиль Мерседес, двигавшийся в правом ряду, начал выполнять маневр перестроения в левый ряд. Увидев данный автомобиль, он принял меры к экстренному торможению, но столкнулся с задней частью автомобиля Део. В результате чего автомобиль Део развернуло, его выбросило на встречную полосу движения в обратном направлении. В результате чего движущийся автомобиль Мазда со стороны Адмиральского проспекта столкнулся с его задней частью. В результате аварии пострадал водитель Део. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану на руке и сильные ушибы. Его госпитализировали. Пассажиры маршрутки, в которую пришелся основной удар, не пострадали. Шили Адидас, а продавали Абибас. В Белгороде-Днестровском милиция закрыла фабрику обуви, на которой подделывали продукцию известных брендов. Подпольщики тщательно организовали весь процесс. Производство кроссовок поставили на конвейер. В трехэтажном здании было все, что нужно для этого. Весь товар изъяли и готовятся утилизировать. На помойку попадет 21 тысяча пар обуви, сырье, заготовки и оборудование. Но организаторов цеха не посадят. Отделываются штрафом. 34 тысячи гривен. В результате обшуку припинена незаконная деятельность цеха по выработке спортивного взаимодействия с незаконным использованием знаков для товаров и послуг фирмовых новинок, таких как Адидас, Найк, Пума. И новости спортивной жизни. Черноморец вышел из отпуска. Сборы моряки проведут на родной земле на территории учебно-тренировочной базы в Савиньоне. Но без выездов за границу не обойдется. До старта чемпионата осталось чуть больше месяца. За это время команда проведет 12 спаррингов, в том числе в Тирасполе против местного шерифа. В основном составе команды осталось меньше 20 футболистов. Среди них вернувшиеся из аренды Виталий Балашов и Андрей Слинкин, а также один новичок, экс-игрок запорожского металлурга Евгения Апанасенко. Черноморец уже покинули 4 футболиста. У Ринара Валеева и Петра Ковальчука закончились контракты. Алексей Антонов перешел в казахстанские октобы, а Павел Рябинок вернулся в металлист. На просмотре в Одессе находится группа потенциальных новичков. Среди них есть известные в Украине исполнители Алексей Курилов из Полтавской Ворсклы и Денис Кожанов, который в последнее время выступал за Севастополь. Это было время Одессы на Первом городском. Главные новости дня. Мы продолжаем следить за событиями и будем рассказывать о них в наших следующих выпусках. Всего вам хорошего и до встречи на Первом городском. Редактор субтитров А.Семкин